Итак, у нас сегодня очередное занятие по эстетике, и сегодня мы обратимся к такой актуальной теме современного нам пространства, как высотные здания. Но, так как у нас курс эстетико-философский, а не архитектурный, мы, естественно, рассмотрим их в специфическом ключе, в специфическом ракурсе. И я обозначил тему нашей встречи, как герменевтика небоскреба. В своей книге «Нью-Йорк вне себя» Рэм Колхас в привычной ему ироничной манере писал следующее. Позволю себе цитату. В эпоху лестниц все этажи выше третьего считались непригодными для коммерческих нужд, а выше пятого – непригодными для жилья. С 1870-х годов, благодаря изобретению лифта, на Манхэттене начинают умножиться этажи. Механизм Отиса открывает доступ к бесконечным горизонтальным плоскостям, которые прежде незримо парили где-то высоко в легкой дырке проображения. И доказывает их превосходство с помощью своеобразного парадокса Метрополиса. Чем дальше от Земли, тем ближе к тому, что еще осталось от природы, то есть к солнечному свету и свежему воздуху. Конец цитаты. Однако задолго до Манхэттенских небоскребов высотные строения выполняли еще и иную функцию. И эта специфическая функция, естественно, передалась по наследствам и Манхэттенским высоткам. С самого момента зарождения высотных строений, с гигантских зимкуратов и пирамид Древнего мира, у них было одно свойство. Все они выполняли фаллическую функцию утверждения своего господства. И подчас даже мифологически связывались с фаллическим нарративом. Так, к примеру, древний египетский холм Бен-Бен, который, в общем-то, и воплощали собой грандиозные пирамиды, был первым появившимся на поверхности предречного океана Луна островком суши. Именно на этом остроконечном холме творец мира Атум, мастурбируя, сотворил весь окружающий мир. Так гласят египетские мифы. И пирамиды Гизы, несмотря на всю их грандиозность, есть лишь увеличенные копии этого предречного холма Бен-Бен. Высота стен, высота храмов или башен в той или иной местности издревле вызывали восторг путешественников и строились во многом не только для функционирования, не только для их прикладного использования, а еще и во имя утверждения самой возможности возвести такую гигантскую постройку. Достаточно вспомнить семь чудес древнего мира, чтобы понять, что туда попали не самые изящные, самые изысканные произведения, но прежде всего туда попали самые грандиозные постройки древнего мира, которые производили колоссальный эффект самими своими размерами. Ну, возьмем, к примеру, хотя бы Александрийский майяк. Он был возведен в III веке до новой эры, и согласно источникам, его высота была в районе 120-140 метров. То есть это действительно впечатляющий размер. И он производил колоссальное впечатление на своих современников не только своим функционалом, что очень далеко был виден свет у него маяка. Все-таки цель маяка, прежде всего, в его функционировании, в качестве сигнального сооружения. Но, конечно же, прежде всего он производил эффект благодаря совершенно колоссальному размеру. Размерам, которые будут превзойдены уже в XX столице. Любопытно то, что эта постройка умудрилась простоять почти 17 столетий. То есть он был разрушен в эпоху квадрачента из-за землетрясения, но на самом деле не только из-за него, а просто потому, что он очень долго уже не использовался. И, в общем-то, пришел в непригодное состояние. Его никто не рисковал. Величие огромных построек имеет определенное место и в нашей дне. Так, к примеру, если мы обратимся к дивному списку «Любимая архитектура Америки», несмотря на достаточно глупое название, этот список составляет весьма серьезно архитекторами. Это список из 150 наиболее известных зданий в Соединенных Штатах. Так вот, открывает этот список не Белый дом и не Капитолий. Открывает этот список «Эмпайрстайбилдинг». «Эмпайрстайбилдинг» или «Валэмба», который на протяжении почти 40 лет считался самым высоким строением на земном шаре. Есть в этом списке и множество других небоскребов. И о таких постройках Рэм Колхас писал следующее. Что горизонтальные платформы этажей в них всегда равны занимаемому высотным зданием участку Земли. Каждый из этих этажей может быть настолько обособленным, что является образец по сути параллельной вселенной миниатюры. На каждом отдельном этаже может быть что-то совершенно отличное от всех других пространств. И никак с ними не сочетаться. Так как нет пространства перехода лестницы, а есть лифт, словно чудесный телепорт, переносящий нас с этажа на этаж, как будто бы луное измерение. Ну понятно, что лестницы там были, но лестницы выполняют непорадную функцию, а функцию средства безопасности. И в общем-то ту функцию, которую выполняли лестницы в постройках 19 века, когда они не должны были связать одно пространство с другим, здесь это уже не нужно. А значит пространство следующего этажа может быть выдержано в любой эстетике, никак не сопрягаясь со всем предшествующим. Это особенно наглядно, если мы обратимся к концепции небоскреба, появившейся в 1909 году. Это вырезка из журнала, который приводит в своей книге Нью-Йорк и себя Рэм Конхас. Ну вот, вы видите модель разреза высотного здания, где на каждом этаже мы видим здание, внутри здания, причем выдержаны совершенно различные эстетики. То есть это в полном смысле слова умножение мира, параллельное вселенной, которое существует выше, выше, еще выше. И в общем-то такое умножение пространства того клочка земли, который был куплен под небоскреб, оно может быть фактически неограничено. По сути, это концепция Вавилонской башни из известного мифа, попытка претендовать на воле Творца, то есть умножение пространства за счет возведения новых этажей уровня, творения новых миротов. Как писал Конхас, цитирую, здание оказывается стопкой обособленных реальностей. С этого, в общем-то, времени и начинается эра настоящих небоскребов. Хотя забегу чуть-чуть в прошлое и все-таки скажу несколько слов о действительно первых небоскребах. Первые небоскребы появляются тогда, когда был придуман иной способ постройки, то есть несущим стал стальной кавказ здания. Так как это значительно крепче, не то что на порядок, а на несколько крепче, чем камень или бетон, и здания получаются значительно более высокими, можно сэкономить на покупке площади земли и наращивать его вверх. Такие здания появляются в 80-е годы, 19-го столетия, и первым небоскребом принято считать здание страховой компании в Чикаго. Сейчас этого здания не существует. Изначально оно было построено 42 метра, но потом было еще нароще, почти 55 метров в высоту. Ничего подобного тогда в Америке в общем-то не существовало. И удивительно в этом то, что такие небоскребы, которые начинают размножаться едва ли не в геометрической прогрессии, архитектурно всегда представляют тот кусок земли, который был куплен. Над этим активнейшим образом уронизирует колхоз, но вот этому зданию больше повезло. Здесь это параллелепит, а иногда доставался треугольник, например, кусок земли, и в общем-то из этого получались здания, которые, наверное, вы все знаете. Ну, например, Нью-Йоркский Утюг. Это уже начало 20-го столетия. Прошу обратить внимание, что он почти вдвое выше. Это уже 87 метров. И архитектурно это просто умноженные горизонтали купленной площадки земли. До где-то 1903 года эти здания были ограничены по высоте. И ограничены они были не за счет архитектуры, а за счет лифта. Дело в том, что лифт был способен, гидравлическая система лифта, поднимать только до 20-го этажа. И когда Уотис придумал электрическую систему лифта с противовесом, то есть два лифта, которые движутся один вниз, другой вверх, это позволило существенно повысить границы здания. А во-вторых, была придумана система ступенчатого перемещения. То есть до какого-то этажа мы поднимаемся на одном лифте, потом переходим и далее поднимаемся на другом лифте, как будто бы это и есть начало нового здания. И с этого момента эти здания, в общем-то, уже ничем не нормировались, кроме как очень быстро с похватившимися властями, так как они отбрасывали нереальные тени. А в общем-то, структурировал их уже скорее вопрос капитала и власти, чем вопрос архитектуры. В наши дни гонка продолжается, гонка, начавшаяся, наверное, с подобных зданий, примившихся во время Первой мировой войны, потому что все-таки то, что я вам показывал до этого, это не совсем небоскребы, а Equitable Building это уже такой небоскреб настоящий, то есть он превосходит все постройки предшествующих эпох, а значит на полном серьезе может называться новым словом в архитектуре. И он стоит и по сей день, то есть это не та постройка, как в случае с некоторыми ранними небоскребами, которые были снесены. Хотя, в общем-то, воспроизводит с незначительными изменениями все тот же купленный участок земли. Хотя здесь все-таки задумка есть, это П-образная структура, не коробка, все-таки что-то продумывалось. И с этого момента начинается совершенно сумасшедшая гонка кто выше, причем речь уже идет не только о офисных зданиях, но и о теле и радиобашнях, так как появляется сначала радио, потом телевещание. И, к примеру, здесь и наша страна отличилась. Так, на момент постройки своей в 60-е годы самым высоким зданием на планете была Останкинская телебашня. Ее высота 540 метров, то есть высота на самом деле колоссальная. И следующая постройка, которая перехватила эстафету у нее, это Сиэн Тауэр в Канаде. Заметьте, они отличаются всего на 13 метров. А Сиэн Тауэр была самой высокой постройкой на планете до 2007 года. То есть, в принципе, Останкинская телебашня это весьма-весьма впечатляющее такое строение, которое входит в десятку самых высоких строений по сей день. И, естественно, когда речь дошла до стран, обладающих неимоверным денежным ресурсом, то есть до Азии, вот тогда уже появились совсем другие цифры. На данный момент самым высоким зданием на планете считается Бурж-Халифа в Дубае. Его шпиль достигает высоты 828 метров. Это 163 этажный небоскреб. Понимаете, это не радио-башня. Вот в чем дело. Одно дело, когда это теле-радио-башня, а это именно здание. Но, как известно, если гонка запущена, то недолго он будет самым высоким. И сейчас уже ведется постройка Джида Тауэр тем же самым автором, Эдрианом Смитом. Это здание планируется, понятно, что по проекту, так скажем. Оно более одного километра высоты. Оно строится неподалеку от Джиды Саудовской Аравии. И, в общем-то, перекрывает километровую высоту, что является абсолютным рекордом. И не совсем ясно, зачем подобные постройки сооружаются. Сооружаются они, естественно, не с функциональными направленностью. Здесь цель исключительно фаллического утверждения. А вот я могу еще выше. И в данном случае кто-то может себе позволить самое высокое на планете. Кто-то может себе позволить самое высокое в Европе. Сейчас вот-вот закончат постройку лавтоцентра в Петербурге. Это будет самое высокое здание в Европе. Оно немножко уступает Останкинской телебашне. Останкинская телебашня это же не дом, это башня. А это будет именно офисное здание. Совершенно огромной высоты. А здесь речь, конечно, не нужно вести об этой идее утверждения. Потому что, естественно, никакой функциональной особенно ценности в том, что это именно одно здание, а не в два раза более маленьких здания, стоящих рядом. То есть нужно именно показать, что мы можем высокое здание построить. Пусть это будет самое высокое здание в Софрино. Но зато рядом не будет ни у кого таких высоких зданий. По типу лучшей парни недели. Это исключительно идея символического уровня. И именно в этом ключе я предлагаю рассмотреть эти здания. Потому что, смотрите, если чисто функционально обратиться к анализу Джеда Тауэ. Смотрите. Куча проблем с эвакуацией. Это понятно. А там куча проблем с раскачиванием на верхних этажах. Потому что эти проблемы начинаются уже с этажа так двенадцатого. А представляете, что здесь речь идет о постройке больше километров. Во-вторых, куча проблем элементарно с перепадами давления. Можете представлять, что мы перемещаясь на лифте, поднимаемся на километр выше. Это то же самое, как вот эти пересадочные лифты в благоустроенных горах, где можно там на лыжах покататься. То есть речь идет о таком же подъеме, километровом подъеме. Это очень серьезный перепад в плане давления. Но вся прелесть этой гонки в том, что она изначально тупиковая. Так как пограничный слой атмосферы Земли километр в некоторых местах три километра. То есть три километра это будет уже абсолютным пределом для подобных постройок. А в некоторых случаях даже вот этот километр уже является абсолютным пределом. То есть эти постройки изначально уже не человекоразмерны. Они не предполагают, что там хоть какие-то удобства. Кроме достижения определенного эффекта. Так что предлагаю обратиться к анализу этих построек и к символическому уровню. И что он может нам сказать. Безусловно, это утверждение своей силы и могущества. Утверждение своего я могу. Которое отлично было воспроизведено уже в древнем мифео Проголомской башни. В эпоху Ренессанса, когда появляются первые европейские символические системы. Тоже на них часто можно встретить образ башни. Причем эта башня часто сопрягалась с фигурой дьявола. Так изображались врата в ад. Не как некая бездна, а как раз наоборот в качестве горящей башни. И зачастую там рядом изображалась и сама фигура дьявола. Но в одном случае вы видите просто горящую башню с ходом в этот самый ад. Феррарской школы работы. А здесь вы видите, как, собственно, дьявол не дает девушке сбежать из ад. И возвращает ее на место, где ей и положено быть. Все это сопрягалось с инфернальным уровнем. Ну, думаю, здесь не нужно быть Дигмундом Фрейдом, чтобы осознать политический параллелизм между такими постройками, выполняющими функцию превосходства и своего утверждения. А тот факт, что на ренессансных постройках такие башни очень часто изображались падающие, позволяет провести еще одну более объемную фаллическо-лебединальную параллель, делая эти объекты, на самом деле, весьма двусмысленными по их содержанию. И если в случае с величиной торговых центров, внутреннее напряжение которых спадает по мере их увеличения в размерах, как это красноречиво описывал Ковкас в статье «Гигантизм или проблему большого», то вот в случае с небоскребом по мере его увеличения это напряжение увеличивается, оно нарастает как в плане физического напряжения, так и в плане психологического и даже символического порядков. Но вот в чем здесь проблема. Как и в случае с самовыражением всем известных «уличных творцов», в кавычках, которые пишут на заводе слово всем известное, и там еще рисуют кое-что к слову. Так вот, сколько бы они так не самовыражались, то, что они делают во всех странах мира примерно одинаково, оно никуда не ушло уже с глубокой требовательностью. Так же и в случае с этими небоскребами. Да, какие-то из них более высокие, какие-то более низкие, какие-то более функциональные, какие-то вообще не функциональные, какие-то более совершенные, эстетические, другие, наоборот, безобразные. Однако все они, по сути, выражают один и тот же фаллический символизм, от которого никак не могут уйти. Это просто гонка по типу «мы можем выше сделать». Безусловно, в этой области тоже были свои шедевры. Я не хочу отрицать, что шедевров там не было абсолютно. Но достаточно вспомнить «Сиверн Билдинг» Миса Ван де Роя и Филиппа Джонсона. Я думаю, о Филиппе Джонсоне мы даже отдельную лекцию устроим. Это здание, которое, в общем-то, является родоначальником современного типа небоскребов. Вы видите, как это внешне выглядит. Это существенно отличается от каких-нибудь там «Альпайр Стейт Билдинг» или «Крайстер Билдинг». Здесь полное остекление. То есть, в общем-то, типовой такой небоскреб. Хотя, прошу обратить внимание на дату. То есть, это самое начало второй половины двадцатого столетия. Тогда это было чем-то абсолютно уникальным. Во-вторых, он просто чисто внешне, конечно, эстетически совершен. Низ всегда умудрялся совершенство формы выражать в двух-трех линиях. Другим абсолютным шедевром можно назвать «Малазийские ваши близнецы» в конце 90-х годов. Это тоже, конечно, очень впечатляющий небоскреб. Ну и появившийся не так давно «Нью-Йорк Байгэри» в Фрэнтергэри. Фруктурирующий небоскреб. Конечно, это производит колоссальное впечатление. Но, тем не менее, так или иначе, все эти небоскребы отсылают к одной и той же модели. Это фаллические свечки такие. Рэм Холхат же предлагает совершенно уникальную идею. Новый тип высотного здания. То есть он не предлагает построить какой-то особенный небоскреб, а предлагает изменить саму символическую структуру небоскреба как таковую. То есть если изначально символический ряд любого небоскреба был фаллическим, то у Холхаса он становится урборическим. Ну вот вы видите здание CCTV в Пекине. Возможно, самую известную постройку Холхаса в принципе. Ну вот она абсолютно уникальна. И вот вы видите алкемический урабонос. То есть сменяется символический ряд. Урабонос это один из самых древнейших европейских, да и не только символов. Он может быть выражен либо в виде змея, кусающего себя за хвост, либо вдруг змей, дракона, крылатого или скрылого, кусающего друг друга за хвосты. То есть если на протяжении веков небоскребы двигались в одном направлении, и казалось, что это единственное возможное направление, то есть вектор, такая линия фаллос, утверждающая величие заказчика, то Холхас демонстрирует своей формой своего здания не просто тупиковую позицию вот этих фаллических небоскребов, но и дает критику этой тупиковой позиции. То есть сама по себе линия его здания это замкнутая такая структура, напоминающая, если урабонос это змея, да, кусающая себя за хвост, то здесь это скорее змейка игрушечная, да, хотя кольцо отчетливо видно, хотя оно и не круглое, естественно, здание. Такие угловатые черты меняет. В чем суть этой критики? Понимаете, что делает Холхас? Он показывает то, что высотные здания постоянно продолжают эту бессмысленную гонку вверх, по большому счету, начиная от того же самого Александрийского маяка, никуда не ушли. Они выражали один и тот же символизм. А то есть, значит, кусали себя за хвост. Они, как белка в колесе, постоянно воспроизводили один и тот же символический типаж. Холхас уже удается не только вырваться за пределы этого символического типажа, но и продемонстрировать критику предшествующего символического типажа, показав вот эту кольцообразную структуру. Это совершенно, на самом деле, уникальная идея, потому что, если мы обратимся к типичным небоскребам, то, в общем-то, понятно, что какой бы ни был высоким шпиль, всегда найдется тот, кто сможет построить шпиль еще выше. Ага. Холхас же предлагает такое решение, которое не только демонстрирует критику предшествующим на рековой истории высотных зданий, не только вырывается за пределы этой бессмысленной гонки вверх, но и одерживает абсолютно однозначную победу, так как предлагает решение, которое не может быть повторено без ссылки на, соответственно, автора на Холхас. Погоня за размерами не учла одного факта. То, что смена самой стратегии может оказаться намного более результативной, чем попытка построить здание, допустим, в два раза выше, чем все существующие на данный момент, как было с Бухш-Халифом. Ну, построили Бухш-Халифа. Долго она простояла, как самая высокая? Нет, не долго. Скоро уже сдадут новое здание, которое почти на 150 метров выше, чем Бухш-Халифа. Но Холхас же предлагает идею совершенно уникальную. Он вырывается из этого колеса, в котором, как белка, бегали архитекторы прошлого. Он вырывается за пределы бессмысленного от этой гонки и дает совершенно иную форму. Дает форму в виде кольца или в виде ленты Мёбиуса, как определил тип таких построек Питер Айзенман. На самом деле, задолго до Холхаса Айзенман предлагал модель небоскреба вот такого типа. Она в чем-то похожа на Холхасовскую, но не смог это никак продать. То есть, у него этот проект не купили. То есть, этот проект не был реализован. И он-то сам считает, явно судя по его высказываниям, что Голхас у него эту идею уграл. Но он так напрямую не говорит, он все-таки учитель Голхаса. Но, в общем-то, по интонации вполне понятно. Потому что он слишком часто приводит их вместе, указывая даты. А даты здесь намного раньше. Но, обратите внимание, Айзенман предлагает всего лишь арку. В то время как Голхас предлагает именно рубарическую форму. Именно закольцованную форму. При этом совершенно уникальна по своим очертаниям. Дело в том, что он нарушает основы основ архитектуры. Он нарушает принцип визуальной устойчивости здания. Да, это типично для деконструктивизма. Я не буду говорить о том, что он сделал вот здесь впервые. Но, понимаете, в большинстве деконструктивистских построек нарушение устойчивости здания, естественно, визуально, а не реальное, производит эффект определенного или флуктуации, или танца, как у Фрэнонга Герри чаще всего. Ну, вы наверняка знаете вот этот следующий дом. Да, очень известная настройка в Чехии. Вот. Но здесь речь идет о чем-то совершенно ином. Это здание, с некоторых ракурсов, оно просто в голове. Здесь нам кажется, что оно может упасть. На самом деле, такое впечатление, оно производит как раз в своей устойчивости. Потому что для того, чтобы сделать вот эту консоль действительно устойчивой, башни, которые, собственно, и есть воины и небоскребы, они наклонены под разным углом. И это страшновато. Естественно, создается впечатление, что одна из них смещена. Так они смещены чуть-чуть? Да. Они не под одинаковым углом. Да. За счет этого сдерживается эта консольная конструкция. И более того, именно это и производит вот этот колоссальный эффект от этой постройки. Потому что нам кажется, что одна из башен как бы упадает. Потому что это разный угол. И визуально это заметно, что это разный угол. Ну да. Естественно. И хорошо обратить внимание. Кажется, что это маленькая постройка. Но смотрите, какие там рядом дома. Вообще да. Это колоссального размера здание. Это именно небоскреб. Это здание, которое сопоставимо с западом в Москве-сити. То есть 234 и 242 метра. Только так. Это важный запад. Это все тот же фаллический небоскреб. Которым уже, в общем-то, при такой высоте никого не удивишь. Когда есть километровые. А вот когда мы видим более чем 200-метровую вот такую постройку. Это, конечно, производит эффект совершенно грандиозный. И не может не удивлять. То есть это здание телевидения Пекина. И рядом ведется еще постройка одного здания, которое будет принадлежать тоже CCTV. В чем уникальность этой постройки еще, помимо уже вышесказанного? На самом деле, этого уже более чем достаточно было бы. Так как, по большому счету, полхозу удается разорвать порочный круг бессмысленного повторения. И показать, что, опять же, переосмысление проблемы может решить проблему. Если же мы просто пытаемся найти новое средство для решения проблемы с поставленным давным-давно вопросом, мы не сместимся никуда. Нужно переформулировать само у нас как таковое. Кто-то ищет в сторону, как построить еще выше небоскреб. Это был Александрийский маяк 21 века. Он предлагает совершенную ему версию, и когда ему вручали награду как автору самого прекрасного небоскреба Азии, он расстроился и сказал, что я всю жизнь думал, что не удалось побороть небоскребы. Очевидно, моя попытка провалилась, потому что это здание было прочитано именно как небоскреб. Но думаю, в данном случае он, как и так очень часто бывает, иронизировал. Но речь идет действительно о том, что он создает именно небоскреб, но небоскреб принципиально иного типа, который, естественно, незамедлительно стал копироваться. Понятно, что сейчас аналогичных построек встретить уже, по крайней мере, определенное количество можно. В том числе и в новом свете. Но Полхас не был бы Полхасом, если бы он не применил свой любимый принцип, принцип деконструктивистской архитектуры, с каждого рапурса это здание выглядит абсолютно по-разному. То есть у него нет ни одного идентичного фасада. При этом смотрите, как эффектно выглядят рисунки. На самом деле это низущие конструкции. Вот эти пересекающиеся линии, они абсолютно неравномерно распределены, потому что здание рассчитано на весьма значительные амплитуды подземных толчков. То есть оно все есть настолько. Вот другой ракурс. Совершенно по-другому считывается уже эта постройка. А вот, кстати, еще одно здание, которое возводит бюро Полхаса там же. Вот отлично считывается вот это кольцо с противоположной стороны, чем до этого вы смотрели. Я думаю, что вполне возможно в структуру здания заложена аббревиатура конструкторского бюро Полхаса. Оно ОМА. Ну, здесь при желании сверху тоже можно различить, но О и М здесь как бы очевидны уже даже на этом фото. Но вот так оно выглядит, если просто стоять внизу и поднять голову вверх. Интересно, а в верхней части, она прозрачная? Там есть прозрачный пол, да. Там можно смотреть на парк, который разбит под этим зданием. То есть с высоты более двухсот метров. Но это получается все равно как офис. Если там телевидение, там все равно будет сопротивление, правильно? Да, но в том смысле, что это здание, которое не сдается в аренду. Это здание, которое заказано изначально телевидением Китая и полностью оборудовано под его нужды. Там даже экскурсии проводятся. Можно подняться на этот самый высокий этаж. Там есть конкретно маршрут для экскурсий по телевидению Китая, где можно как раз посмотреть на парк с высоты почти птичьего полета. Страшно. Вот еще несколько. Ну, фото и проект в данном случае. Еще один ракурс. Видите, смещение ракурса полностью меняет обык здания. То есть, оно прочитано совершенно по-разному. То есть, если мы обратимся даже в случае с Миссом Модерроя, с его Сигром Билдинг, то есть, откуда бы мы ни смотрели, в принципе, оно будет примерно одинаково. Здесь же речь идет о том, что каждое мельчайшее смещение полностью иной смысл несет в своем символическом уровне. И, в общем-то, именно в этом направлении двигалось на протяжении творческой карьеры мысль Полхаса. Он всегда пытался создать такой небоскреб, которого раньше не было. Не просто сделать выше, лучше, красивее. Нет, такой, которого не было. Я покажу один проект и один построенный, разведенный небоскреб. Проект, к сожалению, накрылся. Это башня к 200-летию независимости Мексики, в Мехико. Она не будет возведена. Причин всегда очень много в таких случаях. Но проект совершенно уникальный. При том, что продумывалась совершенно потрясающая система вентиляции между городом и зеленым массивом. То есть сквозное отверстие через этот небоскреб. И небоскреб выдержан в таком ключе по типу бумеранга. Опять же, нефалическая структура. Очень необычная структура. И даже когда Колхас обращается, в общем-то, к достаточно простой схеме того же самого небоскреба, он предлагает идеи, которые способны впечатлить. Это здание Шэньчжэньской фондовой биржи в Китае. Одна из новых построек Колхаса. Именно об этом здании как раз критики и писали, что это здание настолько простое, что кажется, у него не может быть автора. Но повторять его бессмысленно. Его будет сразу же понятно, откуда это заимствовано. Она абсолютно уникальная, абсолютно самобытная концепция. И в то же самое время она проще, кажется, быть уже не может. Здесь то, что обычно было холлом первым этажом и даже блоком нижних этажей, поднято на 36 метров в высоту. Таким образом, внизу освобождается пространство для парковки, которая находится в тени, где можно выйти и погулять опять же в тени. А вверху уже как бы на самом здании, на этой консольной конструкции разбит парк. Что сделало этот небоскреб самым зеленым небоскребом Китая. Конечно, это внешне очень сильно впечатляет. То есть, даже обращение, казалось бы, к типовой модели свечки, Волхоз предлагает совершенно уникальное решение. А почему бы построить не вот такую свечку, а приподнять эти этажи на высоту, ну, к примеру, как здесь 36 метров. Здание невозможно внешне спутать ни с каким другим. При том, что, в общем-то, оно выдержано в типичной модели небоскреба. Кстати, любопытно, но внутри оно, несмотря на то, что внешне столь зеленое, и можно было бы даже сказать, что черты биотеповской архитектуры присутствуют, по крайней мере, в плане озеленения активнейшего. Внутри это выдержано в таком стиле а-ля хайтеп 80-90-х, что, на самом деле, нетипично для Волхоза. То есть, очень сильный контраст между такой аскетичностью внутреннего пространства и зеленым вот этим массивом на крыше вот этой поднятой над землей частью этой постройки. Ну, вот вы видите еще один ракурс и данное здание в контексте. Посмотрите, как много там этих самых небоскребов. То есть, они все как близнецы-братья. Их отличить можно только, если вы очень хорошо запомните какой-то из них. Волхозовские постройки запоминать не нужно. Просто невозможно перепутать с какими-то другими. При этом по функционалу они не уступают о превосходе соседей небоскреба. Что как раз и показывает действительно функционирующую на практике идею Волхоза о том, что любой вопрос должен постоянно перепродумываться. То есть, было бы глупо предполагать, что вот Волхоз нашел вот эту идею замкнутого нового небоскреба ураборического типа, и вот сейчас он везде такие будет ставить. А ничего подобного. То есть, каждый раз, обращаясь к одной и той же задаче, он анализирует, где это будет, какую функцию она выполняет. Там это действительно замкнутая структура. Там это телевидение, которое это здание строит, покупает, и там никого другого не будет. Или здесь это здание биржи, где он предлагает в качестве такого приятного бонуса озеленения территории, где люди могут действительно отдохнуть и не столь активно тратить свои нервы на участие в тех операциях, которые проходят в самом помещении. И у нас осталось еще чуть-чуть времени. Я вам покажу еще одну постройку Волхоза в плане высотных зданий. Она, как и Си-Сити-Ви, одна из самых известных. Вы наверняка ее видели на фото. Это вертикальный город или де Роттердам. Это самое большое здание Нидерланда. Навряд ли Колхоз этим гордится особенно, потому что он не размерами хочет впечатлить нас, а идеей, подходом здания. Как пишет Колхоз сам об этой постройке, так как сейчас большинство людей в Европе перемещаются по городу на автомобиле, то он хотел, чтобы когда человек едет по мосту или рядом с этим зданием, каждая новая секунда как бы смещала это здание и оно выглядело как бы в процессе трансформации. Это как будто гигантский робот, который действительно преобразуется в реальном времени, но и особенно в вечернее время, когда на него падает свет и тени действительно могут сильно выделять отдельные участки, это здание действительно производит впечатление как бы находящегося в процессе ожившего здания. То есть здесь эта же самая идея и идея, где каждый фасад абсолютно отличен от всех остальных, доведена до предела возможного. Здесь эти высотные дома, эти свечки смещены в середине и создают иллюзию своего рода такого выполненного из конструктора. Дома тоже здание, которое абсолютно невозможно забыть, если вы его хотя бы раз видели. Мне нравится эта фотография, потому что внизу как раз плывет баржа с контейнерами. Вот если эти контейнеры немножко свистеть, то создастся достаточно близкая фигура с Роттердамом Кофферса. Ну вот как это выглядит вблизи. Это макет. А это уже не макет, это фотография. Тоже пугающий консольный вот этот эффект, эффект свисания части здания, которое производит достаточно сильное впечатление. А Кофферс пытается доказать как раз, что вот эти консольные конструкции, если грамотно подбирать противовес, они укрепляют здание, а не делают его как раз менее устойчивым. Делает ставку не на статику, да, на динамику. А вот как раз этот уникальный мост знаменитый, мост Иразма Роттердамского. И если вы будете перемещаться на автомобиле и смотреть на Роттердам Кофферса, то как раз будет создаваться иллюзия изменения этого дома в реальном времени. Это офисное здание. Самое большое в Нидерландах. Совершенно уникальная конструкция. Мы сегодня посмотрели с вами 4 небоскреба Олхаса. Три из них реально построенных. И один проект, почему он отменился, я не знаю. Достаточно долго анонсировали, что он действительно будет строиться. То есть речь идет не просто о проекте, который не был куплен. Да, о проекте, который был отменен. И, в смысле, очень жалко, что он был отменен. Потому что постройка абсолютно уникальная. Ни один из этих 4 проектов даже близко не повторяет друг друга. А, до этого мы смотрели с вами большое количество небоскребов, принадлежавших разным авторам. Которые, по сути, воспроизводили одну и ту же модель. Да, они отличались в деталях. Да, они отличались в каких-то особенностях. Ну, допустим, в Нью-Йорк Байгэри можно узнать, что это Фрэм Гэри. Хотя, если вы с правильной стороны смотрите. Да, ибо он все-таки пошел на уступку. И один из фасадов этого небоскреба, обычный, без фруктуации вот этих. Просто считалось, что, так скажем, не каждый захочет покупать себе апартаменты в такой изогнутой конструкции. А это именно здание живое. И, в общем-то, его заставили, а он пошел на это, сделать один фасад ровным. Но, в общем-то, оказалось, что прав был Гэри, а не его заказчики. И цены как раз на изогнутые. Изогнутые в сторону намного выше, чем на привык. Так-то просто в обычном небоскребе снимаешь апартаменты. А так, в специфическом, очень необычном небоскребе. А то, что ведутся злые баттлы на тему того, что самый красивый это или самый безобразный небоскреб Нью-Йорка, это лишь повышает стоимость жилья в этом небоскребе. Однако, даже небоскреб Гэри, при всей его уникальности, в общем-то, не предлагает переосмысления самой концепции небоскреба. В то время, как Колхас предлагает их сразу несколько. Ну, самое уникальное из них, конечно же, это здание Си-Си-Ти-Ви, которое, в общем-то, полностью переосмысливает многовековую концепцию Баши. Все небоскребы воспроизводят модель Баши. Он не воспроизводит модель Баши. Воспроизводит совершенно уникальную, необычную, ни на что не похожую модель, которая, однако, тоже имеет глубинный символизм. Да, я уже сказал, что если здесь это фаулос, там это луга-богас. В общем-то, у меня на сегодня все. Если есть какие-то вопросы о дермилертике небоскребов, совсем, конечно, любезовское такое занятие, но, тем не менее, мне кажется, интересная тема. Есть какие-то вопросы? Нет? Ну, тогда до следующего раза. В следующий раз мы закончим анализ произведений Рэма Колхаса, и дальше уже пойдем по другим авторам. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok